Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас и сегодня мы с вами поговорим про доверенности. Вы видите на экранах наши контактные данные, электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева и мы будем очень рады ответить на ваши вопросы, присылайте в любом удобном для вас формате, мы сможем тогда уже более подробно и предметно ответить и будем рады любому сотрудничеству, милости просим. Итак, программа нашего вебинара сегодня состоит вот из чего, то есть доверенности это давно и хорошо известный всем документ и поговорим мы с вами уже немножко о более сложных вещах, то есть о квалифицированной электронной подписи, кому, когда, зачем она нужна, что такое машиночитаемые доверенности, то есть это достаточно новое, скажем, понятие используется в электронном документообороте, как это сделать в 1С, и, собственно говоря, когда и зачем нужны все вот эти вот разновидности, и можно или нельзя подключиться по машиночитаемой доверенности к личному кабинету в налоговой инспекции, поскольку, как вы знаете, у нас сейчас есть сервис 1С-отчетность, именно сервис 1С-отчетность, по которому мы можем подключаться напрямую к сайту ФНС и, соответственно, производить определенные операции. Итак, как наша встреча сегодня будет построена? Мы с вами будем нормативную, так сказать, информацию получать и обсуждать на слайдах, которые вы видите, и потом будем переключаться с вами на демобазу, я сейчас это сделаю вот таким образом, и по демобазе смотреть те моменты, которые мы с вами обсудили, кое-что трогать ручками, так сказать, на местности. Работаем мы с вами на конфигурации ERP. Вот по такой пиктограммке вы можете посмотреть у себя, какой релиз и какая платформа у вас установлена. Это очень актуально для того, чтобы в преддверии того, что вы задаете отчетность, вы уже использовали все новые регламентные формы и так далее. Мы с вами будем смотреть, то есть вот номер платформы, на которой вы работаете, и вот номер релиза, который вы используете. В нашем случае у нас 15-й релиз. Это, в общем-то, один из самых последних. Это выпущено в феврале. И, собственно говоря, здесь есть все регламентированные бланки, которые сейчас применяются. Возвращаемся с вами снова в наши слайдики. Так, и поговорим вот о чем. То есть, как и все документы сейчас у нас, изменения затронули и эту сферу, и немножечко истории, так сказать. То есть, у нас были поправки, которые вносили изменения в законодательство про электронные подписи. Ну, 22-й, 23-й год у нас был вообще достаточно такой революционный во всех отношениях. И, естественно, не обошло это дело и доверенности. То есть, у нас внедрялся электронный документ оборот, и, соответственно, электронные доверенности тоже претерпели изменения. Если раньше все было просто, напечатал доверенность, заверил его печатью, подписал у директора и побежал сдавать либо лично, либо через почту свои отчеты, то сейчас все стало гораздо сложнее. То есть, КЭП, квалифицированную электронную подпись, сейчас выпускают только налоговые органы. И выпускают только для руководителей предприятия. То есть, для того должностного лица, которое может действовать от имени организации без доверенности. Остальные сотрудники могут подписывать от имени юридического лица, то есть, от имени своей организации документы только при наличии машины читаемой доверенности. То есть, обратите внимание, у нас руководитель вправе получить КЭП и дальше выписать машиночитаемую доверенность на того сотрудника, которому он доверяет, ну, выполнение каких-то процедурных вопросов. При этом сначала было разрешено, что удостоверяющие центры, аккредитованные по всем правилам, все как положено, выдавали сотрудникам КЭП только до 31 декабря 2021 года. И, соответственно, когда оформлялась КЭП, то машина читаемой доверенности была не нужна. Но потом были внесены некоторые изменения. И сейчас мы вот про эти изменения с вами поговорим. На самом деле доверенности, которые используются в 1С, например, в разных конфигурациях и в обычном документообороте, у нас есть несколько видов доверенности и подписи. И на самом деле вот здесь возникает, ну, возможно, некоторая путаница, а, возможно, недостаток квалификации сотрудников, которые работают с этими документами. То есть, во-первых, достаточно давно существует устоявшееся правило работы с доверенностью. То есть доверенность имеет номер, имеет срок действия, выданные доверенности регистрируются в журнале доверенностей. И потом, когда выполняется поручение, для которого была выдана доверенность, ну, соответственно, делается запись в системе, что доверенность использована. То есть вроде бы ничего сложного. На самом деле все не так просто обстоит. То есть у нас действия, мы с вами говорили только, что КЭП, квалифицированная электронная подпись, которую получает руководитель организации. И про машиночитаемые доверенности. Вот машиночитаемые доверенности, это новая тема у нас, используется для электронного документа оборота. И сейчас уже имеет историю. То есть у нас действия КЭП подписей было ограничено 31 декабря. Они выдавались по 31 декабря. Затем был принят федеральный закон, обратите внимание на него, 536-й, который продлил действия КЭП до августа месяца. Таким образом, если ваш руководитель получил КЭП, то он мог подписывать до августа 2023 года без машиночитаемой доверенности. После этого снова произошло изменение законодательства. И у нас получился переходный период. То есть продлили переходный период по работе с электронными подписями. Так, сотрудник, который получил КЭП от организации в удостоверяющем центре до 31 августа 2024 года, может подписывать этой подписью КЭП без машиночитаемой доверенности. То есть что это значит в бытовом, так сказать, плане? Это значит, что сотрудник, руководитель, получивший КЭП, может подписывать отчетность, документы, справки и так далее до 31 августа 2024 года своей подписью, либо потихонечку передать ее какому-то специалисту, например, главбуху или финансовому директору. И делать вид, что этого не было, и что он сам лично все подписал. Ну, естественно, с не совсем легальной стороной такой передачи КЭП, в принципе, сталкивались все, но это у нас происходит как бы не афишируется, что вроде как директор сам подписал каждый документ. Если у сотрудника заканчивается, например, срок подписи КЭП раньше, чем этот срок, то необходимо оформить новую подпись. Как вы знаете, сейчас КЭП у нас оформляют только налоговые органы. И другая тонкость, которую мы сейчас имеем, это что налоговые органы не выдают дистанционно КЭП. То есть для получения такого рода электронной подписи необходимо явиться лично в налоговые органы, предъявить, соответственно, документы, удостоверяющие личность. И только тогда вы получите удостоверение по рефицированному электронную подпись, которую записан на флешку или на какой-то другой носитель. И, соответственно, подпишите сертификат, что вы получили электронную подпись. Собственно говоря, вопросы возникают именно по поводу того, что у людей не совсем четко сложилось понимание, чем отличается КЭП от машиночитаемой доверенности и так далее. То есть КЭП – это возможность вашему директору подписать электронную доверенность или подписать машиночитаемую электронную доверенность для того, чтобы выполнять определенные действия. Обращаю ваше внимание еще вот на что. То есть электронная доверенность – это у нас возможность подписывать в основном какую-то отчетность. Причем это отчетность, которая сдается в электронном виде. Как вы знаете, в электронном виде у нас сейчас задается отчетность по НДС, ну и некоторые другие виды отчетности. И плюс у нас сейчас набирает силу, так сказать, электронный документ оборот по разным, например, по работе с транспортными организациями, то есть работа с договорами, с сопроводительными товаро-транспортными документами и так далее. Ну, то есть есть области, в которые уже внедрен документ оборот электронный и, соответственно, когда требуется, для него оформляется электронная доверенность. Причем, обратите внимание, вот на что. Если электронная доверенность раньше формировалась в программе и формировалась и отправлялась, то с 1 марта этого года у нас очередная маленькая революция и эта доверенность, электронная доверенность, оформлена, допустим, по всем правилам, у нас будет выпускаться в новом формате. На эту тему были, скажем так, достаточно сильные бодания. Пользователи доказывали, что это очередной способ застрелиться. Налоговая говорила, что нет, у нас будет счастья. Ну, на самом деле, сошлись на том, что продлевается переходный период, потому что, ладно бы только там изменилась форма или еще что-то, то, что можно подправить, ну, скажем так, в режиме ручного редактирования, то у нас в этом случае такая возможность была недоступна, потому что менялся формат доверенности. То есть у нас применялся новый формат 5.2, а старые электронные доверенности имели формат 5.1. И вот переходный период у нас затронул срок 1 год. И, соответственно, электронные доверенности в старом формате у нас будут приниматься до 28 февраля 2025 года. Ну, соответственно, чтобы не наступил коллапс и не остановились, в общем-то, отчетные и другие процессы у многих организаций. Но новые правила направления электронной доверенности и порядок направления об ее отзыве у нас действует с 1 марта этого года, 2024 года. А чтобы немножко еще прояснить как бы теоретическую, скажем так, базу, Мы еще посмотрим вот такую информацию. То есть на самом деле в рамках деятельности предприятия часто сталкивается с тем, что право подписания электронных документов сотрудниками своей или сторонней организации при совершении каких-то сделок очень удобно выписывать машиночитаемую доверенность. То есть в этом случае у нас действует, как вы видите, целый ряд законодательных поправок, уточнений, дополнений, приказов. То есть машиночитаемую доверенность, это, в общем-то, достаточно удобно. Это электронная доверенность, которая подписана КЭП, то есть директором, который имеет возможность, у которого действующая КЭП имеется. И в этом случае он выдает доверенность машиночитаемую, которая однозначно принимается всеми участниками документа оборота. И, собственно говоря, в этом случае у нас получаются легитимные документы, которые подписаны уже конкретным специалистом, который понимает, например, в транспортных перевозках и понимает, что он подписывает. А в машиночитаемую доверенность у нас существует два понятия. это доверитель, ну, то есть лицо, которое имеет КЭП, квалифицированную электронную подпись, и представитель. То есть представитель – это штатный работник организации, но сейчас очень часто стало встречаться, когда это, может быть, не сторонник организации, то есть, например, это водитель, представитель транспортной компании, представитель экспедиторской компании, то есть сотрудник, который, например, осуществляет транспортировку грузов, но не является сотрудником вашей организации. Сейчас мы с вами переключимся на 1С-ку и посмотрим два вот таких вот слайдика. Я хочу их сначала показать, а потом на них переключиться. Показать почему? То есть у нас существует несколько видов доверенности в системе 1С. То есть это доверенности, которые можно выписать в разных подразделах, то есть, например, продажи. В разделе «Продажи» у нас с вами есть вот такая доверенность на получение денежных средств, например. В разделе «Закупки» у нас есть доверенность на получение ТМЦ – товара материальных ценностей. Обычно это доверенности в форме М2М и М2А. И есть еще доверенности, которые мы выписываем в финансовом блоке «Казначейство». И это у нас доверенность на получение, допустим, наличных денежных средств. Но также у нас есть и другие виды доверенности, которые мы можем оформить. Теперь мы с вами переключаемся на демо-версию, демо-базу и смотрим. То есть при, например, выписывании доверенности на получение каких-то товароматериальных ценностей или денежных средств, выписывается, старая и добрая, скажем так, доверенность. То есть, например, доверенность на получение денежных средств. Мы выписываем ее в блоке «Продажи доверенности на получение денежных средств». Соответственно, вот попадаем в журнал доверенностей. И обратите внимание, то есть в этом журнале у нас автоматически формируются доверенности, автоматически присваивается им нумерация, такая, как мы задаем. И, собственно говоря, мы с вами можем разные виды отчетов из этого журнала распечатать, использовать в электронном документе обороте эти доверенности. Видите, вот подпись электронный документ. Ну и, в принципе, здесь, как... Это уже давно используемые документы, и нам все знакомо, здесь никаких новостей нет. То есть мы можем распечатать две формы – М2 и М2А. То есть, соответственно, это с отрывным корешком и без отрывного корешка. Ну, в зависимости от того, как вы у себя документы оборот построили, какие применяете доверенности, что закреплено в вашей учетной политике. Вот здесь хочу обратить ваше внимание, в принципе, с этим сталкиваются многие, но обычно, скажем так, не все обращают на это внимание. Ну, во-первых, доверенность мы можем выпустить, то есть создать на основании заказа, на основании какого-то документа. И в этом случае у нас будет действовать связка, структура подчинения в отношении того, на основании какого заказа, какого договора мы с вами выпускаем эту доверенность. И, значит, создание любой доверенности, любой формы зависит от того, что мы с вами не халтурили при заполнении первоначальных сведений. То есть первоначальные сведения об должностных лицах, то есть мы записали, что у нас директор там такой-то или генеральный директор такой-то, что у нас правоподписи заполнили, имеет, например, генеральный директор и главный бухгалтер, и заполнили их паспортные данные, то есть заполнили все сведения в карточке физического лица. Тогда при формировании документа, конкретно доверенности, у нас будет с вами заполнены все нужные поля. Обратите внимание, тип доверенности. Если я что-то накосячила, то в большинстве документов я могу через кнопочку «Еще» включить возможность редактирования и добавить какую-то нужную информацию. А если я вывожу печатную форму, ну вот, допустим, вот такую, то в этом случае у меня формируется, видите, доверенность выдана кому конкретно, а вот здесь вот я халтурила, и, соответственно, вот здесь вот информация у меня не заполнилась про паспортные данные и про должность. Ну и вот здесь у меня записано на основании, поскольку доверенность создана на основании доказа, то у меня указано, сколько конкретно денег мне доверяет получить организация. И, к сожалению, вот здесь вот у меня не заполнено, поскольку я халтурила не только в этом месте, но и в других, у меня не заполнено должности. Так, это мы сейчас закроем. То есть, соответственно, если я хочу создать новую доверенность, я могу не только сформировать ее на основании договора, документа отгрузки, заказа, но и само по себе, то есть без связи с договором. В этом случае я должна вручную выбрать те поля, которые у меня отмечены красным подчеркиванием, подчеркиванием это обязательно к заполнению, и уже, соответственно, получить тот же самый документ, только с большими трудозатратами. То есть, я его заполняю в режиме ручного редактирования. Ну, как в купе платит два же, так и ленивый. Я всегда перерабатываю на том месте, где хотел сэкономить. И вид, я, соответственно, доверенности выбираю уже тот, который мне нужно. Но в основном в этих разделах у нас сосредоточены доверенности, которые предполагают получение каких-то материальных предметов, скажем так, либо денег, либо товароматериальных ценностей. Ну, то есть, как вы видели, это получение товаров, денег, материалов, чего-то такого, что имеет количественное выражение. То есть, это мы с вами посмотрели в продажах и в закупках. Ой, блин. В закупках. Ну, то есть, вот они. Но у нас с вами есть еще блок казначейства. В этом случае у нас существуют еще доверенности, те, которые используются в банковском документообороте, то есть, на получение наличных средств, например, по чековой книжке и так далее. А бывает, то есть, вот то, что мы с вами сначала говорили о том, что оформляется КЭП, оформляется машиночитаемая доверенность и так далее, это документы, которые у нас относятся к регламентированному учету. И, собственно говоря, вот сейчас мы туда перейдем. Основанно на том, что вот когда мы осуществляем такой переход, программа себя с удовольствием хвалит, пишет, какая она умница. И пишет о том, что 1С отчетность, это не только блок в регламентированном учете, вот он блок, который собрал для себя, скажем так, все телодвижения, которые связаны с подачей отчетности, но это еще и дополнительный сервис, сервис 1С отчетность, про который вот вам программа сейчас здесь пишет, что это обалденно удобно, и вот без этого жить никак нельзя. Счастья во всяком случае не будет. Подробнее про сервис можно почитать здесь, но на самом деле этот сервис, это возможность подключаться напрямую к сайту налоговых органов. То есть, минуя операторов ТКС. Операторы ТКС, вы, в принципе, все знаете, это, например, Астрал, отчетность, СБИС+, ТЕНЗОР, ну, собственно говоря, их достаточно много, и они, собственно говоря, осуществляют контакт между налогоплательщиком и фискальными органами. То есть, вы формируете файл, который вы пересылаете оператору ТКС. Оператор ТКС отправляет этот файл, соответственно, в фискальные органы, то есть, либо налоговая, либо фонд СФР, либо Роспотребнадзор, ну, то есть, в зависимости от того, какую отчетность вы сдаёте, либо статистику там, потом получает от них ответ, и, соответственно, отправляет этот ответ вам. То есть, все сертификаты для контакта с фискальными органами имеет ваш оператор ТКС. И вот теперь совсем недавно, практически в прошлом году, я только начал активно работать, появилась возможность подключаться напрямую. Подключаться, на самом деле, достаточно несложно. Перейти по этой ссылке, в принципе, вы можете все операции по подключению выполнить самостоятельно, и вы подключитесь напрямую к личному кабинету. Обратите внимание, вот при слове «личный кабинет» у нас с вами сразу возникает ассоциация с несколькими разделами. Ну, на самом деле, личные кабинеты у нас есть и в разделе «кадры», личный кабинет сотрудника, и, естественно, в разделе «регламентированный учёт». У нас тут личных кабинетов достаточно много, вот они целый раздел занимают, точнее, подраздел. Вот, то есть здесь уже не с физическими лицами, а с юридическими, то есть это личный кабинет налогоплательщиков, юрлиц или эпистов, бывший ФСС, видите, написано, ныне это у нас объединённый фонд СФР, то есть это личный кабинет, который позволяет работать с актами проверок, актами взаиморасчётов и так далее. Личный кабинет по работе с электронными лицами нетрудоспособности, ну и всякими соцвыплатами, как вы видите, есть и статистика, и всякий Росприроднадзор и так далее. Вот, то есть личных кабинетов достаточно много, но сейчас сделан ещё один вид личного кабинета, сюда он не выведен. Это личный кабинет по работе с СФР и по работе с единым налоговым счётом, то есть личный кабинет по работе с ИНС. И вот здесь, как обычно у нас немножечко всё красиво звучит, но есть небольшое в этом свинстве ложка дёгтя. То есть бесплатно мы с вами можем подключиться в том случае, если у нас есть подписка ИТС. Если у вас ИТС, вот видите, ссылка честно на ИТС даётся, и если у вас ИТС версии проф, то вы имеете право подключить бесплатное юридическое лицо, но только одно. То есть если у вас, например, там 52 юридических лица в вашем бизнесе участвуют, то бесплатно подключить к сервису 1С отчётность вы можете только одно лицо. И та же самая история, если у вас подписка ИТС техно. В этом случае вы бесплатно подключить не можете. Можете только за денежки, но, правда, денежки не очень большие. По нынешним временам так совсем дружественные. Ну, то есть это порядка 4 800, в зависимости от того, сколько юрлиц вы хотите подключить. Ну, удобство в этом случае, в общем-то, очевидно. Работать с этим личным кабинетом напрямую выгодно. Это экономит как минимум 1-2 дня, которые тратятся на обмен всякими файликами. И, естественно, если это касается доверенности, то это бывает гораздо больше. Вот. И здесь у нас с вами про личный кабинет мы поговорили. По кнопочке «Создать». Есть вот такой пункт «Машиночитаемые доверенности». Если я его открываю, то, как видите, машиночитаемые доверенности мы можем создать разные. И, соответственно, «Машиночитаемая доверенность» у нас будет касаться и отчетности, и мы можем отозвать машиночитаемую отчетность, машиночитаемую доверенность. Ну, и, соответственно, удобно. Ну, единственное, что нужно выбрать организацию, как вы видите, это поле у нас с красным подчеркиванием, то есть в обязательном порядке. То есть мы не можем выбрать все сразу свои юрлицы. Мы выбираем для каждого юрлица. «Машиночитаемую доверенность», которую подписываем к ЭП руководителя. Ну, и дальше, собственно говоря, действуем по обстановке. И теперь снова вернемся к нашим слайдикам. Вот эти мы с вами слайдики посмотрели, потрогали, так сказать, руками, и снова вернемся к теории. Теория у нас касается именно организации получения КЭП. Ну, во-первых, вы знаете, что КЭП оформляется и для юрлиц, и для предпринимателей. И с уточнением, что если вы используете онлайн-кассы, даже если это ЭПИС, то он обязательно должен иметь КЭП, оформленную КЭП. То есть без этого мы даже в налоговой инспекции не сможем поставить на учет, зарегистрировать кассовый аппарат. Не сможем оформить договор с оператором фискальных данных. Ну, и еще один момент очень важный. То есть акционерным обществом для раскрытия сведений в едином реестре, как вы знаете, акционерное общество составляет с периодичностью раз в квартал отчетность по ценным бумагам, и там очень большие штрафы предусмотрены. То есть, так сказать, шаг. Раз шагнул 500 тысяч. То есть, соответственно, если вы использовали или не использовали КЭП, то возникают проблемы и с подачей отчетности. На самом деле, использование КЭП, в общем-то, это больше, наверное, плюс, чем минус в нашей с вами системе нынешней жизни, потому что КЭП упрощает документы, оборот, позволяет использовать электронные формы документов. Ну, соответственно, в этом случае мы с вами, в общем-то, застрахованы, больше застрахованы от недобросовестности сотрудников. И у нас, в общем-то, кроме КЭП, существуют еще другие виды электронных подписей. То есть, существует три вида, вот вы видите сейчас на экране, кроме КЭП, простая электронная подпись, КЭП, усиленная неквалифицированная электронная подпись, НЭП, ну и уже сама КЭП, то есть, усиленная квалифицированная подпись. В каких случаях они используются? То есть, при подаче отчетности, которая сдается в электронном формате, мы используем только КЭП. Незащищенная разновидность, простая электронная подпись, ПЭП, это у нас незащищенная разновидность подписи. И, в общем-то, используется сейчас она не часто, в основном это для каких-то местных, локальных систем. И, ну, фактически она не особо защищает. Неквалифицированная электронная подпись. В этом случае используется уже криптографическое преобразование. Выдается она в удостоверяющем центре, но использование у нее не такое широкое. В основном это внутренние, если можно так сказать, документы. Чаще применяется, если, например, это какая-то разветвленная система, имеет, допустим, обособленные подразделения и так далее. То есть, применяется внутри фирмы или с внешними контрагентами, когда требуется более формализованный документооборот. И вот уже... Это, так сказать, ну, это единственная подпись, которая приравнивается к собственноручной подписи автора документа. То есть, фактически, это считается, что ваш директор стоял тут, сам подписывал. Естественно, при издаче отчетности это используется, при получении, например, электронного документа оборота, типа как транспортной организации и так далее. и, собственно говоря, позволяет подписывать абсолютно все документы, но, как мы уже с вами говорили, всегда есть но. То есть, если руководитель не соблюдает правила хранения КЭП, то есть, бросил в ящики стола или отдал там Иванову, Петрову, Сидорову и не контролирует, куда те ставят, то, соответственно, в этом случае возможны злоупотребления. Но при оформлении КЭП оформляется сертификат, который согласован в ФСБ и, соответственно, ключ, который мы получаем, когда оформляем эту подпись мы можем получить, как мы уже говорили, только в удостоверяющем центре. Удостоверяющий центр в нашем сегодняшнем документообороте это на самом деле только налоговые органы. только налоговые органы и только приличные явки. Мы на самом деле дистанционно не можем оформлять эту квалифицированную электронную подпись и, как вы знаете, записывается КЭП в основном чаще всего на токены, и в этом случае налоговики пошли сработали как надо. Во многих налоговых инспекциях стоят аппараты по продаже токенов, то есть если вдруг вы бежали, забыв про все, с единственной целью оформить КЭП и не взяли с собой никакого внешнего носителя для записи, то вам придется покупать в налоговой инспекции в аппаратике похожем на аппаратик для продажи воды, покупать флешку по цене, которая в 2-3 раза выше, чем в обычных магазинах. Ну, соответственно, у нас с вами 1 сентября срок установлен, когда сертификаты подписей юрлиц или эпистов, которые были выданы раньше в коммерческих учебных этих удостоверяющих центрах прекратят свои действия и работать с ними будет запрещено. То есть на самом деле действует это уже достаточно давно, но вдруг вы при оформлении в коммерческой организации электронной подписи оформляли ее там срок на 5 лет, например, то в этом случае она все равно прекратит действие и вы должны выделить время для похода в налоговые органы. И мы с вами помним о том, что у нас действует новый формат доверенности, то есть доверенность, которая была выдана, допустим, на длительный срок раньше, у нас с вами уже будет не приниматься. и тут важный момент напомнить вам о том, что подпись сотрудника КЭП, электронная подпись сотрудника 23-го года, это не только КЭП физического лица, но и КЭП работника организации. И такие правила действуют до сентября месяца. То есть КЭП физического лица и КЭП работника организации у нас с вами одно время совпадало. Еще немножко нормативного материала. Вопросы, которые часто возникают. С 1 марта этого года, то есть вот уже практически 20 дней назад состоялся обязательный переход на применение машиночитаемых доверенностей для тех, кто отчитывается в электронном, строго в электронном формате. Ну, это в основном крупные организации, то есть компания, средняя численность которых за календарный год превышает 100 человек, то есть в том числе и вновь созданы организации, у которых больше 100 человек, налогоплательщики, которые предоставляют отчетность только в электронном формате, но это у нас с вами отчетность по НДСу, и, естественно, компании, которые относятся к категории крупнейших налогоплательщиков. Ну, соответственно, у них немножко другие условия, и с первого марта они должны были уже побеспокоиться о том, что они сдают доверенности по новым правилам. То есть, как я уже говорила, новый формат предоставления налоговой отчетности регулируется он новым постановлением, новым приказом ФНС, и, соответственно, мы используем новый формат электронной доверенности. Ну, отличие, как я уже говорила, версии формата 5.2 от формата 5.1 в общем-то в том, что поскольку машиночитаемую доверенность потребовалась сразу для нескольких уполномоченных представителей формировать, а также использовать машиночитаемую доверенность для последующего передоверения, то в этом случае отличие нового формата, что формат 5.2 позволяет выполнять такое последующее перепроведение, передоверение, а старый формат 5.1 такие возможности не поддерживает. Как мы с вами уже говорили, мы с вами смотрели этот файлик, так сказать, на натуре, то есть раздел 1С отчетность, пункт уведомления, и у нас здесь с вами есть папочка МЧД и с разными видами МЧД. Снова вернемся, я хочу напомнить вот этот счастливый момент, где вы можете найти машиночитаемую доверенность, вот она у нас отчетность, обратите внимание, мы можем войти в режим журнала, вот он у нас журнал, и соответственно уведомления, входим в уведомления и выбираем этот пункт или зависло мне немножечко, не заходим, не заходя в этот раздел, не заходя в журнал, мы можем сразу выбрать вот в меню пункт уведомления, сообщения и заявления, то есть мы попадаем в тот же самый пункт, тот же самый интерфейс, уведомления, можем вот выбрать создать, и на самом деле выбираем нашу машиночитаемую доверенность, выбираем тот раздел, который нам требуется, но как всегда гладко было на бумаге, но забыли про овраги, то есть при работе с машиночитаемой доверенностью и с новым, ну то есть оформленным по новым правилам КЭП, ну как бы есть некоторые ограничения, сейчас мы с вами отсюда выйдем, то есть чтобы мы если хотим подключаться к новому личному кабинету, то мы не сможем с вами подключиться от имени индивидуального предпринимателя, то есть все хорошо оформить МЧД мы можем и КЭП мы тоже можем, но подключиться к личному кабинету налогового органа от имени индивидуального предпринимателя мы не сможем, потому что это ограничение АПИ, которое имеется на стороне ФНС, и поэтому вот такой момент не очень приятный, нужно учитывать, когда мы работаем именно с такими видами машины читаемой доверенности. Сейчас мы снова переключимся с вами на нашу демо-базу и поговорим про дополнительные сервисы, которые у нас в общем-то есть и которые не связаны с машиной читаемой доверенностью и с квалифицированной электронной подписью, то есть электронный документ оборот на самом деле распространяется достаточно стремительно и как вы знаете у нас сейчас в общем-то электронная отчетность и эгоизм затрагивает, эгоизм лес, номос, ну многие разделы кроме тех, о которых мы уже поговорили и работа с личными кабинетами у нас с вами на самом деле имеет еще и другие особенности, то есть вот мы возьмем личный кабинет вот этот вот пункт по нему проваливаемся в меню видите программа ну очень себя хвалит очень рекомендует вам почитать что такое отчетность 1С именно как сервис так а вот здесь мне хотелось показать вам два момента и обратить ваше внимание на такие сервисы то есть у нас как вы знаете статистика стала применять реальные штрафные санкции и санкции достаточно серьезные за нарушение сроков отчетности срок сроков сдачи отчетности или за не сдачи отчетности у нас предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей а в случае если вы не сдали повторно то есть за повторное правонарушение до 150 тысяч рублей статистика в прошлом году опубликовало опубликовало большой список отчетов новых отчетов и плюс новые выборки предприятий которые попали под сдачу этой отчетности поэтому вот по такому пункту то есть вы переходите на сайт статистики ну к сожалению у меня просто интернет не подключен к работе с этим органом но тем не менее не удается открыть поэтому мы будем на него смотреть так и умиляться главное не забыть зайти по этому по этой ссылке и проверить по вашему ИНН попали ли вы под какие-то новые отчетности под новые выборки и если попали то какие конкретные отчеты вы должны сдать потому что ну все-таки обидно заплатить 70 или 50 тысяч за то что у вас не нашлось 5 минут для проверки на сайте этого органа какая отчетность должна быть сдана и еще один то есть у нас появился здесь новый пункт банк России личный кабинет то есть что это такое в этом случае многие предприятия работают с какими-то кредитными продуктами то есть ну скажем так вариаций очень много начиная там допустим от овертрафта окончая всякими кредитными линиями и так далее то есть когда вы в банк подаете с определенной периодичностью бухгалтерскую и налоговую отчетность например балансы каждого квартала или там еще какие-то оборотно-сальдовые ведомости значит в этом случае вы вот по этому пункту банк России личный кабинет можете сформировать пакет документов остальное ну собственно подключиться я не могу по причине отсутствия интернета то есть вы формируете комплект документов отчетных которые отправляете в кредитный отдел для подтвердения того что вы не сбежали с деньгами банка что вы честный добросовестный налогоплательщик и так далее что у вас не произошло критического падения активов то есть ваши основные средства на месте то есть комплектуете такой пакет и вот по этому сервису он сохраняется и соответственно при последующем формировании следующего отчета вы можете использовать его уже как ну ориентир к действию и еще один момент то есть это работа с настройками которые в общем-то обычно выпадают из сферы внимания но на самом деле вы можете справочник регламентированных учетов то есть если вы сдаете еще какую-то дополнительную отчетность ну индивидуально ваше предприятие сдает такую отчетность которая не используется в общем то вы можете сюда что-то добавлять то есть настраивать справочники регламентированных отчетов то есть журнал выгруженных отчетов соответственно проверить все ли у вас так как надо как вы хотите попадается ну то есть использовать вот такие настройки и настройки обмена контролирующих с контролирующими органами то есть если вы все-таки соблазнились возможностью подключить отчетность 1С отчетность сервис то соответственно вот каждое предприятие которое у меня в списке во всяком случае вот мои юрлица я могу подключить к 1С отчетности и в общем-то или одно или все сразу или выборочно какие-то меня интересуют например наиболее крупные предприятия и спящие могу пропустить так и есть еще такой пункт ну поскольку я не подключена к отчетности то и диагностировать мне нечего но вот такая возможность есть то есть я могу если у меня подключена такая отчетность провести диагностику что все у меня работает нормально по всем параметрам и как бы я могу спать спокойно так теперь мы снова с вами переключаемся на наши слайдики и возвращаемся к самому первому слайдику и я хочу напомнить вам наши контактные данные потому что к сожалению наше время и стекло и я напоминаю вам наши телефоны наши электронные адреса телеграм-канал и собственно говоря приглашаю вас к сотрудничеству вы можете задать любые вопросы которые касаются вашей конкретной специфики мы вам обязательно ответим и в этом случае ответим и более предметно и более развернуто потому что время у нас уже не лимитировано как например в течение вебинара что надо в очень сжатое время как можно больше информации донести так что приглашаем вас к сотрудничеству на этом мы благодарим вас за время которое вы нам выделили за интерес к нашим мероприятиям мы надеемся на новые встречи и на сотрудничество а теперь разрешите попрощаться всего вам доброго хорошего дня до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...